В последнее время юных любителей покататься на поезде с нарушением закона стало значительно меньше. Этому способствуют и регулярные профилактические рейды, беседы в школах, и демонстрация в учебных заведениях, фильмах о возможных трагических последствиях. Это и только на первый взгляд невинной шалости. Помогают официальным лицам и молодые энтузиасты-волонтеры. Каждый месяц мы стабильно по одному рейду проводим по станциям Щелковского района, которые есть в Ярославском направлении. Мы стараемся станции, разумеется, менять, не на одной и той же проводить. То есть, как правило, Чкаловская, Бахчеванжи, Воронок – такие крупные станции, откуда, как правило, приходят сообщения о массовом катании подростков на зацепе. А вот и первые нарушители. В середине буднего дня на платформе Воронок выявлено сразу несколько любителей покататься снаружи состава. После их задержания сотрудники транспортной полиции, для маскировки переодетые в штатское, связываются по телефону с родителями несовершеннолетних. Смотрите, он ехал между вагонами на автосцепном устройстве. Перегон сейчас будем устанавливать, на каком перегоне ехал, выявленном по станции Воронок. Катание, прицепившись сзади к поезду, постепенно сходит на нет, поскольку на большинстве электричек и железнодорожники в целях безопасности спилили все выступающие части, за которые можно держаться. Но езда между вагонами не менее опасна. При выявлении данных правонарушений, если ребенок достиг возраста привлечения к административной ответственности, то есть ему есть 16 лет, на него составляется протокол, вызываются родители, с него берется объяснение, с родителя объяснение берется. И данный материал направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, где уже рассматривается данное правонарушение, на комиссии принимается определенное решение. Те подростки, которые не достигли возраста, протокол не составляется, однако с них также берется объяснение, с их родителей, и информация также направляется во все субъекты профилактики, то есть и в полицию по месту жительства, и в комиссию, и по месту учебы несовершеннолетнего правонарушителя. Штраф за подобное нарушение составляет пока всего 100 рублей, но в ближайшее время планируется поднять его до 5000 и даже ввести уголовную ответственность, приравняв к мелкому хулиганству. Зачастую, в большинстве случаев, подростков больше волнует не штраф, а непосредственно постановка на учет и информация, соответственно, в школу, где их также ставят на профилактический учет. И напоследок, для тех, кто еще не осознал всей опасности зацепинга, напутствие пожелания от их сверстника. Мне не приходилось ездить на зацепе, но я видел, как сейчас молодое поколение, очень часто люди, ну, дети где-то 12-11 лет начинают залазить. Ну, конечно, мы с ребятами, друзьями начинаем их спускать, но все равно такого допускать, на мой взгляд, нельзя. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».